Молодежь это граждане России от 14 до 35 лет. Традиционно летом 27 июня в нашей стране отмечается День молодежи. Второй год подряд празднование переносится из-за пандемии коронавируса. В этом году оно состоится 15 августа. Ждут ли там тех, кто уже не молодежь? Какую программу приготовили организаторы? Об этом и не только. Мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В прямом эфире ТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии директоры Одинцовского молодежного центра Федор Харитонов и Александра Крылова, организатор фестиваля «Акустик Вайб». Здравствуйте. 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 А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер телефона 8495 508 86 84. Звоните и задавайте ваши вопросы гостям в студии. А кроме того, сейчас прямой эфир идет в социальной сети Инстаграм. Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Я думаю, что сейчас у телезрителей возник закономерный вопрос. Подождите, мы говорили про День молодежи, а вдруг «Акустик Вайб». Что за «Акустик Вайб»? Когда будет? Александра, рассказывайте. Давайте не будем интриговать телезрителей. «Акустик Вайб» – это фестиваль акустической музыки, как следует из названия. Что там будет? Там будут представлены различные группы, и авторская музыка, и кавер-программа. Туда может прийти любой желающий. Вход у нас свободный. То есть не только от 14 до 35? Конечно, конечно. Фестиваль ориентирован на всех жителей Одинцова, но также будет интересно и молодежи, в том числе. Естественно, можно будет близко пообщаться с музыкантами, которые занимаются своей деятельностью от года. И у нас есть даже артисты, которые занимаются этим 12 лет. Также со звукорежиссерами, которые будут работать на площадке, могут задать свои вопросы, получить на них ответы, потрогать вживую инструменты. А мастер-классы какие-то будут для тех, кто захочет не просто потрогать, но, может быть, и что-нибудь изобразить? Я думаю, что можно всегда договориться с ребятами, они будут не против, я более чем уверена. Все у нас доброжелательные, открыты к общению и обмену опытом. А кто примет участие в фестивале? Какие музыканты? Да, мы понимаем, что у них разный музыкальный стаж, как вы сказали. Как набирали группы? Группы в этот раз набирали точечно. Будет у нас 6 групп, 2 кавер-группы полноценные. Одна программа будет сольная исполнительница «Смешанная», там будет и авторская музыка, и будет также кавер-версия известных хитов. И будет 3 полноценных бэнда с авторской программой. Они уже знакомы Одинцовцам? Или это будет такая первая возможность, уникальная познакомиться? 80% артистов будут на площадке Одинцовского городского округа впервые. Но есть музыканты, которые уже участвовали в городских мероприятиях, например, «Ноль метров до неба». Знаем такую группу? Ну, можете, это будет замечательная возможность прийти и снова послушать. А где же и когда же самый главный фестиваль будет проходить? 14 августа на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутинки. На нашей любимой Лазутинке. Конечно. А как идея фестиваля вообще родилась? Почему именно сейчас, именно летом решили провести? Я пришла в молодежный центр, очень долго адаптировалась, пыталась найти нишу, где бы... Что это за безобразие? Почему Александра долго адаптировалась? Нет, это моя, скорее, проблема. Я очень долго подбирала. И как-то так получилось, что музыка меня очень сильно увлекла. И потом, как, знаете, как капуста, очень много музыкантов, которые просто не знают, где свое творчество показать, выразить. И возникла идея создания такой площадки, куда молодые, талантливые люди могут приходить и, собственно, поделиться своим творчеством с окружающими нас людьми. Мне кажется, вот у Федора вот накипело, и он хочет сказать, когда я сказала, те, кто не только старше 14 и не старше 35, но, наверное, День молодежи тоже все-таки более такое свободное мероприятие. Или таки строго молодежь и никто иной? Ну, молодежи, конечно, здесь выделяем самое большое внимание. Поэтому основные площадки будут, конечно, ориентироваться именно на молодежь, потому что направления, они прописаны в государственной молодежной политике. И мы, как молодежный центр, стараемся максимально вовлечь ребят в социальную активность, в социальную деятельность на пользу своего города, на пользу своего Одинцовского городского округа. И максимальное внимание стараемся уделить молодежи. Но мы всем рады, мы, конечно, ждем большое количество детей, подростков, родителей. И приглашаем всех 15-го числа. Это традиционная площадка наша молодежная возле Стеллы, центральная площадь. Там как раз и экстремальная зона, и зона воркаута, и возле газона. И на газоне будут выставлены площадки остальные наших организаций патриотических. Будет интеллектуальная различная волонтерская организация, раболатория. И принять участие также может любой человек, бесплатно. И количество мастер-классов в течение дня будет очень большим. Так что можно, в принципе, с 12 до 6 провести интересный весь свой день. И познавательно, и с пользой для здоровья тоже. Ну, а если, условно, какая-нибудь баба Маша захочет позажигать на скейте, возьмете? Конечно, там будут у нас проходить мастер-классы в том числе. Чтобы встать на скейте, конечно, мы учтем этот момент. Возьмем с собой обязательно защитную амуницию, чтобы было комфортно и безопасно людям воли старшего возраста. Тем более, сейчас, может быть, видели в интернете, активно набирает ролик, где там дедушка 70 лет. Катается на скейте. Это очень интересно. Но он выженник, говорят, и таким образом летом поддерживает себя в форме. Говорят, что более 40 лет он на этом скейте катается. Это очень круто. То есть, если правильно показать технику, то в любом возрасте можно освоить скейтборд. Ну, и остальные виды спорта, которым увлекается молодежь. Почему он и привлекает большое количество ребят? Потому что это все просто, доступно, недорого, и можно бесплатно заниматься у нас в центре города, в пешей доступности. Вот, кстати говоря, ну понятно, что это такие юридические нормы. Молодежь от 14 до 35 лет, а как же быть с тем, кому 36, 37? Ну, они же, в общем-то, вполне себе еще ничего. Вот как вы думаете, молодежь – это возраст или, может быть, состояние души? Вот себя относите или к молодежи? Я сейчас не про возраст, опять же, спрашиваю. Ну, да. Иногда бывает и 7-летний, который любому 40-летнему форту. Да, мне в этом году 36 лет, и думаю, как-то что-то вроде уже не молодежь, как-то занимать молодежью. Но, конечно, состояние души – это такое энергетическое состояние, драйв, такое все время делать какие-то интересные проекты, там что-то как-то взаимодействовать с молодежью, находить какие-то ключи к раскрытию талантов ребят. То есть это, наверное, больше состояние души, а возраст ты вот на цифры даже не смотришь. Бывает так, что ребята раскрывают свой талант там уже 17-18 лет. Бывает, что приходят к 30-32 годам. То есть очень разные направления, разная специфика, но то, что молодежь – это состояние души, это точно, однозначно. Некоторые говорят, что и в 50-60 себя чувствуют очень молодо, там на 25-30, поэтому, я думаю, здесь такая же история. Тут, наверное, еще важна смелость, не бояться что-то пробовать, несмотря на свой возраст, чтобы как бы что не подумал кто-нибудь со стороны. Вот, Александр, да, молодежь, состояние души – это все понятно, но молодежь у нас своеобразная, тем более музыкальная молодежь или творческие люди. Вот как ко всем находите подход, как вот собрали тех участников, которые будут на фестивале? Были ли какие-то разногласия или все достаточно охотно принимают участие? Все охотно приняли участие, некоторые даже очень сильно удивились и обрадовались такому предложению. Каждому, да, определенный подход нужен с кем-то, там, в дружеских отношениях, прекрасные дружеские отношения сложились и очень часто видимся. Кто-то, ну, возможно, это в силу того, что у нас не все Саденцовского, Саденцова, есть часть исполнителей, которые там из Москвы, либо вот девушку мы нашли даже с Адыгеей, но она как бы бывает в наших краях, поэтому, ну, она очень хорошенькая. Может, это всероссийский фестиваль? В будущем, почему бы и нет, замахнемся, да. Ну, вот, ну, естественно, как и к любым другим людям, это к каждому свой подход, с каждым по-разному нужно поговорить с кем-то, по телефону, кому-то достаточно сообщения, ну, так же, как и с людьми другими, абсолютно. Все люди в разных возрастах совершенно разные. Федор, а как молодежь уживается в молодежном центре? Сложная задача всех примирить, всех занять, чтобы никто не обиделся. Да, конечно, сложная, энергия кипит, значит, конечно, у всех свой характер, это сложная задача, да. Но это и наша работа, то есть мы стараемся находить точки соприкосновения, какие-то выводы делать из взаимоотношений. Вот, это очень долгосрочный процесс, то есть он может занять год или два, когда ребята там из разрозненных каких-то групп могут создать какие-то команды свои, какие-то направления. Вот, поэтому, ну, да, сложно, но мы это реализуем, у нас получается, что будем дальше продолжать. Если процесс такой долговременный, наверное, требует терпения. Где берете терпение? Вот у организаторов, мне кажется, любых мероприятий терпение просто огромное. Как справляетесь? Да, терпения надо много. Ну, опять же, чтобы стресс, вот этот снять нервное напряжение, вот, от различных там взаимоотношений, там, конфликтов, может быть, каких-то, то очень хорошее средство – это здоровый образ жизни, спорт, опять же, регулярные занятия там физкультурой. Аксерская гружа. Аксерская гружа, да. Мы думаем, повесите обязательно надо в молодежном центре, тоже снимать стресс там у кого что накипело. Вот, ну, и, конечно, взаимоотношения, там, общение с родными, близкими, значит, с друзьями, все это помогает как-то набраться сил и с новой отдачей, вот, приступать к работе с молодежью. Александра поддерживает. Или у нее свои способы борьбы со стрессом и накоплением терпения, так скажем? Да, я поддерживаю абсолютно Федора. Я очень люблю, ну, я вот в последний раз как расслабилась, это я съездила к бабушке, к деревню, в Тверскую область, там, вот, подальше от телефона. Да, да, чаек, блинчики, вот это бабушкины, да, это вот самый лучший антистресс для меня. Вот, либо также дома включить музыку, пластинки виниловые, и, да, просто сидеть и медитировать. Вот, кстати говоря, Александра, а вы как сама относитесь к музыке? Вот, мне кажется, организаторы музыкальных фестивалей, они сами, наверное, музыканты, нет? Или чисто организаторские способности поручают? Я думаю, что ближе, наверное, организаторские способности, ну, да, вот, мне нравится складывать картинку, вот, складывать вот этот пазл. Сам процесс меня больше увлекает, но, несомненно, мне нравится музыка. Музыка – это неотъемлемая часть моей жизни, как и, думаю, жизни большинства людей, если не каждого человека. Особенно, когда, вот, появляется такое общее место, где люди еще и делятся своими какими-то музыкальными вкусами, показывают что-то новое. Это не может не увлечь. Поэтому, да, у меня плейлист там в разы увеличился благодаря общению с ребятами. И не только их авторскими треками, но и тем, что слушают они. Вот, кстати говоря, как выбирали, да, есть ли какие-то критерии к участникам фестиваля? Там правила, вот, можно играть это, а вот это играть нельзя. Ну, естественно, существует определенная цензура. Как у нас не любят это слово. Ну, несомненно. Ну, это, опять-таки, про какие-то внутренние, наверное, установки. Мы против, там, пропаганды чего-либо. Естественно, против нецензурной лексики. Это было одним из основных критериев отбора. Также мы за живой звук. То есть, ребята, у которых, несомненно, талант, которые очень красиво поют. Но если у вас нет живого звука, то, к сожалению, ну, не в этот раз возможно. Поэтому мы преимущественно набирали полноценные группы, которые смогут отыграть всю музыкальную программу самостоятельно. Так, акустик вайп 14 августа. Во сколько начало? В час дня. В час на Лазутинке всех ждут организаторы и музыканты. Федор, давайте расскажем телезрителям, кто вам помогает в организации Дня молодежи. Кто принимает участие в празднике? Ну, это весь наш большой коллектив. Вот с 12 до 6. Более 8 площадок будет у нас представлено. Мы обязательно о них подробнее поговорим чуть позже. Да, да. Это весь наш дружный коллектив. Повторюсь, да. Все специалисты по работе с молодежью. И в том числе, также мы приглашаем, конечно, ребят. Мы их все тоже прекрасно знаем. Это танцевальный коллектив. Евгений Егоров с командой Division тоже будут проводить танцевальные батлы. Также выставка от Раболатории. То есть там будут представлены как раз такие технологии по робототехнике и различные другие очень интересные мастер-классы в программе. Ну и также площадки Workout Extreme. И выставки патриотические поисковых находок традиционную. Все эти направления тоже у нас представлены будут. А нашим поисковикам есть чем гордиться. Слышали наверняка, недавно самолет нашли в Одинцовском округе. Да, это очень крутая находка. Конечно, поисковикам Данистский поклон очень здорово, что такие вещи находят. И причем это длительно было. 20 лет почти искали. Удивительно просто тоже. И очень здорово, что часть этих находок можно будет посмотреть на Дни молодежи, которые вы проводите. В прошлом году День молодежи удалось отпраздновать в июле. Программа мероприятия была насыщенная. И наша съемочная группа, конечно, не могла пропустить это мероприятие. Давайте вспомним, как это было. Сложная эпидобстановка не позволила отметить День молодежи 27 июня. Но после снятия ограничительных мер в Одинцовском округе все же устроили молодежный праздник. Активный, яркий, спортивный. Всегда приятно видеть молодежь, занимающейся спортом. Это лучше, чем дети в подъездах. Где-то непонятно, чем занимающие. Безусловно, хорошо, что наконец-то у детей есть возможность. Детей, подростков, взрослых есть возможность выйти на улицу и заниматься спортом без масок, без перчаток. Соревнования по скейтбордингу, воркауту и киберспорту. Музыкальная зона для творческих экспериментов и даже патриотический сектор с музейными экспонатами. Организаторы приготовили активности на любой вкус. Обещают, все самое интересное впереди. Мы объявляем старт нашим ежегодным долгожданным программам развития молодежи. Мы объявляем старт бесплатных тренировок по различным интересным молодежным направлениям. В частности, запустили бесплатные тренировки по экстремальным видам спорта. Это самокатный спорт, BMX. Победители соревнований получили памятные подарки, а участники праздника – массу впечатлений и заряд бодрости, которого хватит надолго. Это самый главный приз. В прямом эфире ТВ главная тема. Сегодня мы говорим о двух фестивалях, которые пройдут на предстоящих выходных. Акустик Вайп и Дне молодежи 8495 508 86 84. Звоните и задавайте ваши вопросы гостям в студии. Федор, ну а теперь, наверное, самая главная часть. Так что же в программе Дня молодежи? Вот уже вкратце мы упоминали. Вот, может быть, еще раз пройдемся вкратце и уже остановимся на каждой, скажем так, площадке поподробнее. Ну, одной из центральных наших площадок – это будет экстремальный вид спорта по BMX и самокату традиционно. Ждем большое количество участников. Причем в этом году мы сделали в дисциплине самокат три номинации. То есть, прям от самых новичков, кто недавно только начал заниматься экстремальным самокатом и до уже профессионального уровня, ребята, кто участвует в чемпионатах областного и всероссийского уровня. И то же самое в дисциплине BMX – две номинации для новичков и для любителей более высокого уровня. Вот, также проведем турнир по воркауту. Там будут тоже различные номинации на различном уровне подготовки. Мы ждем большое количество участников. И вот, как мне организаторы уже сказали сегодня утром, что заявлены девушки. То есть, несколько девушек будет. Отдельная номинация тоже для них будет подготовлена. Будет очень интересно посмотреть, потому что площадка у нас классная, большая, очень много гимнастических элементов. Можно по-разному все показать, свое выступление, количество отжиманий, потягиваний тоже, посмотреть, кто как, в каком возрасте, кто сколько сделает. Потому что всегда интересно смотреть, когда, допустим, парень там 15 лет, а, допустим, мужчина лет 40 потягивается больше, чем он, например. Это очень интересно, забавно. А 15-летнему есть о чем задуматься? Да, 15-летнему, да, надо как-то подтянуть свою форму. Ну и борьба такая тоже разгорается, когда там в одно-два подтягивания кто-то кого-то опережает. Это всегда интересно, болеть, не перерывать. И брейк-данс у нас баттлы традиционные обязательно, причем с мастер-классами. То есть, и покажут движение, будет тоже много участников, и детей, и подростков. В этом году мы уже совместно с Федерацией брейк-дансов проводили чемпионат. Очень яркий, красочный, вот в начале весны. И тоже большое количество участников было. В этом году тоже ждем их на Дни молодежи. Интересные будут у нас призы, то есть можно побороться, побатлиться. И дальше мы переходим, там у нас будет площадка, такой блок большой, патриотического выставок и поисковых находок. Это традиционные выставки, мы стараемся максимально вовлечь тоже в патриотическую деятельность молодежь, ребят, показать им, как это все происходит. То есть не только сами находки, но и еще с помощью каких инструментов все это происходит, эта работа ведется. На самом деле очень интересно, и ребят с удовольствием подходят, и с родителем вместе, родители тоже показывают, что-то рассказывают. Можно даже попробовать металлодетектор этот посмотреть там, и попробовать с ним поработать. Также будут выставки, у нас есть прекрасная выставка, Андрей Ткачук ее готовит по девушкам-героям, тоже она в этом году по нескольким учебным заведениям, по библиотеке тоже была эта выставка. Очень всем понравилось, так что приглашаем их тоже посмотреть. Это очень интересная работа, и с помощью QR-кода можно посмотреть, почитать историю как раз этих девушек-героев. Также выставка Раболатории ждет. Я уже так вкратце озвучил, что будет очень много интересных мастер-классов. В прошлом году ребята проводили там с жидким азотом какие-то интересные штуки. Ну, все это безопасно, естественно. И в этом году они обещали тоже повторить, это было просто для детей и подростков, был просто такой неописуемый восторг. Все прям очень, всем нравилось, большое скопление ребят было. Вот такие бы уроки химии в школе, да? Да, 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 такие бы уроки химии, было бы очень классно, конечно. Ну, и еще одной важной площадкой, это площадка по киберспорту. Мы тоже уделяем, стараемся уделять этому управлению внимания, потому что количество игроков тоже год от года растет, молодежи это очень нравится. И мы стараемся как-то проводить небольшие турниры, выявлять лучших. И в этом году нам даже посчастливилось провести турнир весной, и мы отправили победителя турнира на Лигу РДШ, Российское движение школьников. Он прошел финал всероссийский, то есть он стал одним из лучших в России. И там уже боролся за чемпионство среди, по-моему, 60 игроков со всей России. Они собирались в гостином дворе, вот, то есть у нас таких талантливых ребят тоже очень много, которые показывают результаты. Мы проведем среди них такой небольшой турнир с призами, значит, с интересной номинацией там будут представлены. Вот, можно в социальных сетях почитать про те дисциплины, по которым будут играть. Вот, и еще важным в нашем управлении это волонтерское движение, там выставка, значит, волонтеры Подмосковья. Там будут представлены все наши волонтерские движения, которые вот в ресурсном центре находятся. Это волонтеры-медики, значит, волонтеры Победы и волонтеры, значит, охранной природы. Там тоже будут проходить различные активности, интеллектуальные игры, викторины. То есть любой желающий может принять участие и пообщаться на тему волонтерства. Как раз вот мы предлагаем тоже, может быть, кому это интересно, вступить в волонтерские ряды, попробовать себя. Потому что впереди, как бы, очень много важных проектов и федеральных, и региональных. И каждый вот молодой человек может себя тоже, значит, проявить как-то, участвовать в различных волонтерских вот этих движениях. Вот, это самые такие основные. На самом деле площадок много, они все очень разные. А какие традиционно пользуются повышенным спросом у гостей праздника? Ну, вот, экстрим, конечно, все любят смотреть на эти трюки, когда ребят делают. Но они, в принципе, все очень интересные. Но вот, экстрим, брэк-данс традиционно очень успешно. Вот, раболатория, патриотика и волонтерство, конечно, тоже. Очень зрелищное, вот, в плане, я говорил про раболаторию, да, то, что вот эти опыты, там, все, как поиграть там на фруктах, они очень классно делают, познавательно. Вот, плюс еще мы вот несколько выездов проводили в этом году, в Зенигороде были и в Лесном Городке. Тоже с этими мобильными выставками со всей этой программой мобильной такой. Вот, то, конечно, и вот интеллектуальные игры, которые волонтеры Подмосковья проводят, там, ребята, тоже все старались, как бы, по очереди, там, поучаствовать. Вот, ну, такие направления, конечно, вот, волонтерские, экстрим и брэк-данс, наверное, три таких. Вот сейчас наши спортсмены послушают, ну, например, про экстрим направления, падут, а я тоже хочу участвовать, почему, собственно, я не могу участвовать. Я молодежь, а 14-35, все как положено. Что нужно иметь, что нужно уметь, что нужно сделать для того, чтобы стать участником соревнований? Нужно прийти туда, зарегистрироваться заранее, там дается время на регистрацию, на раскатку. Обязательно нужно иметь шлем, потому что шлем, без шлема мы не пускаем. Да, безопасность, это очень важно, потому что можно, одно неверное движение, можно получить травму, травмы нам не нужны, они нам только мешают развиваться, вот, и, ну, если так, в общем взять, то сейчас вот в Токио проходила Олимпиада, там BMX, скейтбординг, уже олимпийские виды спорта, то есть это будет набирать обороты, поэтому очень важно здесь, помимо участия, может быть даже, если ты не уверен, там, что ты готов выступать, может быть, посмотреть, пообщаться. Начать с малого. Начать с малого, ну, какие-то контакты получить, может быть, мы тем более проводим бесплатные тренировки. Вот, хотела спросить, все это продолжается, можно уровень свой немножечко поднять с вашей помощью? Ну, сейчас из-за непогоды пока нет, но вот планируем до конца, я думаю, сезона, то есть прям до мороза, до холодов обязательно ребят поддерживать, проводить тренировки. Вот, и мы видим уже, ну, такие результаты, что уровень, конечно, вот от турнира к турниру повышается, то есть те, кто бы раньше был в новичках, уже сейчас показывают на любительском уровне такое высокого класса катания, ну, для своего уровня. Александра, признавайтесь, будете участвовать в Дне молодежи? Конечно, конечно. Вот какая площадка вас заинтересовала больше? Рыбалатория. Рыбалатория, вы все-таки из-за современной технологии. Конечно, но спорт это тоже неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому обязательно буду держать во внимание и воркаут-площадку, и экстрем. А поучаствовать? Поучаствовать, вот, я, наверное, все-таки ближе к музыке, нежели к спорту. Ну, вот, я хочу, я могу посмотреть, но пока до участника. Ну, да, как Федор говорит, сначала посмотрите, поток за год, все уровень поднимите, и в следующем году уже можно смело соревноваться. Федор сказал, что, кроме всего прочего, пройдут соревнования по воркауту, а о том, как одинцовские спортсмены к ним готовите, мы расскажем прямо сейчас. 20 раз на каждую ногу, то есть всего 40 раз. Считаем, раз, два, три. Выпады, отжимания, упражнения на взрывную силу, приседания. Для этого не нужен спортзал. Все упражнения ребята выполняют на улице с использованием собственного веса или тренажеров. Проект называется «Свободные тренировки». Опять же, он базируется на базе Однецовского молодежного центра. Значит, тренировки для всех желающих. Так получается, что у нас основная, основная наша контингент – это ребята до 18. На открытой воркаут-площадке тренировки проводят по вторникам, четвергам и пятницам. Ребята готовятся к сдаче ГТО. Учатся новым элементам. 13-летняя Аня хорошо отжимается. Спорт отлично мотивирует, признается девочка. Я занимаюсь здесь уже три года. Здесь очень весело, хорошо тренируют. Все дружелюбные. Близкие юных атлетов просто в восторге. На тренировку как на праздник. У организаторов получилось заинтересовать ребят, говорят родители. В остальное время занимается ребенок смешанными единоборствами. И в прошлую переаттестацию осенью, то есть вот вместе с Сергеем, с другом, они были на переаттестации одни из лучших. Тренер по ММА сказал, ого, ничего себе, вот это физподготовка. К проекту «Живу спортом» уже более трех лет. Команда продолжает расти. Присоединяйтесь и вы. Записаться на бесплатные тренировки можно в группе ВКонтакте. Быть здоровым, сильным и подтянутым сегодня в тренде. Очень важно найти себя в спорте. Поэтому пусть ребята не боятся, пусть ребята пробуют. Многие родители зачастую, мне, честно говоря, тоже это говорили, что мужи, выбери свое. Я вот был в поиске. Соответственно, нашел свое, то, что мне интересно, тем я и занимаюсь. Поэтому пусть ребята не боятся, пусть экспериментируют. Находят свой вид спорта и там достигают успехов. В прямом эфире у ТВ программы «Главная тема» 8495 508 86 84. Наш номер телефона. И сегодня мы говорим о культурной программе на предстоящие выходные. Вот мы сейчас посмотрели, как спортсмены готовятся к воркауту. А любой ли из них сможет принять участие? Или тоже есть какие-то определенные требования? Да, абсолютно любое. Как раз мы сделали несколько номинаций. Для совсем новичков, пожалуйста, тоже можно принять участие. И мальчики, и девочки тоже разделили по всем категориям. Так что всех ждем. Может быть, обратимся к тем, кто хочет участвовать, но боится опозориться, все-таки преодолеть свое стеснение и присоединиться к соревнующимся. Да, ребят, ну вот, вы можете просто прийти, попробовать, посмотреть на свой уровень и посмотреть на достижения тех людей, кто уже давно занимается, вот, как-то замотивировать себя, познакомиться, пообщаться, вот, ничего страшного нет. Наоборот, как бы, сделайте этот шаг, придите на наш воркаут соревнований, попробуйте себя и обязательно найдете себе что по душе. Фёдор, вот здесь есть еще интересный пункт в программе «Историческое фехтование». Про это мы еще сегодня не говорили. Вот что это за историческое фехтование? Это можно только посмотреть глазками или, может быть, ручками тоже что-то можно будет потрогать? Нет, тоже можно поучаствовать. Это очень классное, значит, направление фехтования. На тимбарах это ведет, значит, общественная организация «Хронотоп», обучает ребят, может, с помощью специальных щитов мягких, вот этих мячей, и там шлема тоже все достаточно безопасно. Ну, грубо говоря, порубиться на мячах – это здорово. Вот, тоже популярна очень площадка, мы стараемся каждый раз ее тоже выставлять, вот, для детей, подростков, причем можно и с семьей там поучаствовать, там, например, муз с женой, или, может быть, выпустить бар, или с детьми там, да, то есть очень-очень здорово, так что рекомендуем приходить всей семьей на площадку исторического фехтования. А вот сейчас будет минутка саморекламы. Между прочим, наш канал где-то год назад в апреле снимал сюжет про то, как этой тимбарой владеть. Поэтому вы можете зайти на один всеми любимый сайт, забить в поисковике «Одинцовское телевидение», «Хронотоп», «Тимбар» и подготовиться к соревнованиям. Правильно? Можно же ведь немножечко хитрить, так скажем. Да. Поэтому давайте перейдем к волонтерской деятельности. Вот будут представлены волонтерские организации, расскажут о своей деятельности. Пандемия сейчас пошла на спад, правильно? Да. В Подмосковье, в таком случае. Значит ли это, что Одинцовский молодежный центр свою волонтерскую деятельность прекратил? Или продолжаете волонтерить? Также продолжаем волонтерить. Конечно, сейчас вот заявок на горячую линию выступает немного. Мы с ними тоже успешно справляемся. Сейчас переключаемся на другие задачи, которые тоже мы включаемся в программу по поддержке медицинских учреждений. Нас просят тоже волонтеров помогать. Также стараемся на различные акции, там, в субботнике выходить, там, где-то что-то, значит, помочь в плане там убрать, там, или вот мы недавно ездили на субботник в Трехгорку, там тоже помогали... Готовы подтвердить, видели. Да, помогали очищать этот пруд. Различные другие там мероприятия. Вот сейчас возобновляется массовое мероприятие. Вот наши ребята тоже поют на Кубок Овечкина помогать проводить. Ну и различные другие мероприятия. Там целый спектр, в частности, там, помощи пожилым людям, там, ветеранам. Все это также продолжается, значит, в нашей деятельности развиваться. Мы стараемся сейчас уже готовиться к сентябрю, к, значит, началу учебного года. Мы хотим тоже рассказать молодежи, школьникам, студентам, чтобы они тоже присоединялись к нам. Кстати, с какого возраста можно к волонтерам присоединиться? Ну, в принципе, можно с 14 лет спокойно вот в плане времени, в плане вот какой-то, каких-то развития, компетенции. В 14-13 лет ребята к нам приходят. Хуже мы их стараемся на такие ответственные мероприятия брать. Если кого-то, ну, мы увидим, что там совсем там еще рано или еще что-то, мы, конечно, там, может быть, даем мероприятия какие-то полегче или даем наставника, чтобы они вместе с ними как-то развивались. Самое удивительное, что еще люди там 35 плюс приходят тоже помогать, интересно тоже такое наблюдать. То есть, возраст вообще очень такой широкий, конечно, получается. И в этом году мы также планируем для волонтеров, для их развития, их компетенции, там, навыков проводить обучающие мероприятия. Помимо того, что еще сейчас идут федеральные форумы, площадки, куда мы их тоже отправляем, чтобы они получали какие-то там новые интересные знания от спикеров федерального уровня, там, то у нас именно на территории Одинцовского округа мы планируем обучение наших тоже волонтеров, может быть, проводить выезды, какие-то обучающие. И таким образом вовлечь новых ребят и обучить как бы в режиме интенсива, дать им новые знания, новые компетенции, навыки. Мне кажется, на самом деле к волонтерскому движению прегнули вот сейчас практически все. Ну, каждый так или иначе побывал в этой роли. Александра, а вы поддерживаете волонтерское движение? Вы уже волонтер или пока еще нет? Ой, я очень давно уже волонтер. С 14 лет я занималась волонтерской деятельностью и, наверное, по, может быть, первый курс института, а потом у меня был два или три года перерыва, и я вернулась опять в общественную деятельность, но уже немножко в другом амплуа. Но, несомненно, и в период пандемии я на выезды ходила по горячей линии и также носила продукты пенсионерам и лекарства, передавала иногда лекарства. Поэтому часть волонтерской деятельности, мне кажется, она со мной навсегда. Вот, кстати, многие сразу спрашивают, ой, да зачем вам это нужно? Делать что ли нечего? Вот зачем вам это нужно? Как вы к этому пришли? А почему нет? Ну, а почему нет? Я приношу что-то светлое в жизни, возможно, я приношу что-то светлое в жизнь другого человека, для себя тоже какой-то плюс получая в плане внутреннего удовлетворения. Поэтому почему нет? И когда тебе говорят спасибо, вот это дорогого здоровья. Да, конечно. Просто люди, которые так говорят, никогда, наверное, такого спасибо не слышали, поэтому не очень понимают, о чем идет речь. А сейчас я предлагаю немножко сменить тему. В этом году премия губернатора Подмосковья называется «Мы рядом ради перемен». А сотрудники Одинцовского молодежного центра выдвинули свой проект на ее соискание. Подробности материаль нашего корреспондента. Даже в самые трудные дни пандемии Федор Харитонов вместе с единомышленниками помогал людям. Для более эффективной работы был создан ресурсный центр, который объединил под своей крышей все молодежные и волонтерские организации округа. Работали 24 на 7, вспоминают волонтеры. Это адресная помощь, в первую очередь. Адресная помощь жителям в доставке лекарств, продуктов питания. Соответственно, здесь ребята собирались. У них здесь также располагалась и сейчас располагается горячая линия. Губернатором мы рядом. И был организован колл-центр с компьютерами, с необходимой оргтехникой. Наши волонтеры принимали вызовы. Потом это все через общую таблицу распределялось по координаторам. И волонтер выходил на задачу. В прошлом году ребята приняли участие в ежегодной губернаторской премии «Наши Подмосковья». Ее главное предназначение – поддержка и поощрение неравнодушных активных жителей региона. Одинцовский волонтерский проект победил в интернет-голосовании и был награжден премией в 1 миллион рублей. Сейчас ребята уже готовят новый проект. В этом году она шире, эта премия. Она касается не только волонтеров, но и других социально значимых инициатив. Мы рядом ради перемен, так сейчас премия называется. Там есть 4 основные номинации по масштабности проекта. Они распределены. Соответственно, мы в этом году обязательно будем тоже подаваться. В прямом эфире ОТВ главная тема 8495 508 86 84 – наш номер телефона. Федор, давайте поподробнее остановимся на вашем проекте. Как называется, чему посвящен? Мы также назвали наш проект «Ресурсный центр поддержки Добровольщица», потому что этот проект очень масштабный. Значит, очень такой спектр деятельности этого проекта очень широкий. Включает в себя большое количество людей, организаций. И мы в этом году также подали на премию вот этот проект. Значит, то, что получили в прошлом году, мы, естественно, тоже вложили в развитие центра. В этом году надеемся тоже на победу. Надеемся, что нам тоже получим вот эти ресурсы необходимые для дальнейшего роста уровня и качества вот этого проекта. Стараемся тоже ребят, которые состоят в каких-то движениях, не обязательно волонтерских, тоже, может быть, какие-то социально значимые инициативы. Мы их стараемся тоже привлечь и помочь им поддаться на вот эту премию, потому что премия – очень такой мощный, серьезный механизм поддержки. Мы стараемся тоже каждый год принимать в нее участие, сильные проекты защищать. И надеемся, что молодежь тоже будет пользоваться этим инструментом и делать, значит, интересные, яркие, мощные проекты и подавать их на премию, выигрывать. Ну и денежки-то, собственно, идут на дело, а не куда-нибудь. И еще. Поэтому оно, наверное, игра стоит свеч. До 18 августа идет голосование жюри премии, а вот народное голосование уже позади. Уже известны его итоги, результаты? Да, мы уже прошли голосование этап. Сейчас жюри оценивают наши проекты. То есть мы как бы в некий такой финал прошли. Дальше смотрят жюри и уже потом объявление результатов. То есть если дошли до жюри, значит, народ одобрил, народ поддержал. Народ поддержал активно, да. То есть там голосование тоже такое значимое мероприятие в положении этого конкурса. Так что спасибо всем, кто за нас голосовал. А таких больше трех тысяч, если я не ошибаюсь. Да, большое количество, да. Ну и не могу не спросить. Август мы сейчас проводим День молодежи, да, из-за пандемии? Хотя привыкли к тому, что осенью нас ждет победа жизни. Вот этой осенью нас победа жизни ждет? Очень хочется провести фестиваль. Все по нему соскучились, потому что... Это уже традиция в нашем обраке. Да, да, мы недавно пересматривали афир. Кстати, сколько по счету? Получается девятый уже. Девятый. Девятый фестиваль должен быть. Вот, ждем результатов гранта, потому что помимо премии мы еще в том числе подаемся на гранты. Все наши инициативы, проекты мы описываем и подаем на конкурс. Это гранты регионального уровня, вот в главном правильной социальной коммуникации есть грантовый конкурс. И вот на федеральный, это президентский фонд культурных инициатив. Надеемся, конечно, что наши заявки одобрят, мы получим необходимое количество баллов для победы. И эти деньги, если мы получим, обязательно вложим их в продолжение нашего любимого фестиваля. Там, кстати говоря, помимо того, что наш фестиваль, еще большое количество проектов от нашего округа представлено. И мы стараемся молодежь, волонтеров, тоже обучить, дать им навыки участия в таких грантовых конкурсах. Как написать заявки, как оформить. Вот, это очень сложно. Даже Саша участвовал в грантовом конкурсе. Это тяжело, это сложно. Но если получить знание и опыт, то победа реальна. У нас есть опыт победы в президентских грантах и в грантах Росмолодежи, которые дают. Так что это вполне реально. Нужно просто это делать раз от раза и улучшать свое качество написания своей заявки. Глаза боятся, а руки делают. Вот самое главное. Предлагаю подытожить. Итак, Александра. Акустик Вайб у нас пройдет 14 августа. В парке имени Ларисы Лазутиной мы ждем вас на нашем фестивале. Ну, а если вдруг Акустик Вайб вы по какой-то причине пропустили, то День молодежи будет 15 августа. С 12 часов центральная площадь возле Стеллы. Ждем всех с 12 до 6. Очень насыщенная программа. А я предлагаю вам поддержать организаторов этих замечательных мероприятий. А это очень просто-просто. Приходите и наслаждайтесь. Я уверена, там очень интересно. Ну, собственно, я даже не уверена. Я это знаю. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok